Свято-яблочный спас походит с самого початку христианства. У гэтый день наши прадки, звычайно, осветляли новый уроджай садовины у церкви, а до гэтуль есть и новые плоды, лечилася грехом. По надворье на спас вызначали, какой будет осень. Коли сухий день, то осень сухая, коли мокрый – мокрая. Все летний спас, як можно бачить, сухий. У прогнозе надворья дождю не протказывается. Сонечный ранок собрал у дворы старожитной свято-михайловской церкви мнозство слудских верников. Яке пазвычцы, яке их прадки, кожный год приходят святить яблоки. Празднуем, как всегда. Идем в храм, ставим свечки, яблоко освященное обязательно. Приглашаем гостей, гости к нам тоже приходят и тоже вместе мы празднуем этот праздник. Меж тым, окромя народного, уроджайно-плодового, у этого свята есть намного больше важное значение. У этот день по поверье православной церкви отбылось опиротворение Господа. Праздник преображения Господня – это один из двунадесятых праздников, которые Святая Православная Церковь установила в память о земном событии жизни Господа нашего Иисуса Христа. Это евангельская история о том, как Господь с тремя своими ближайшими учениками, апостолами Петром, Иоанном и Иаковом, зашли на Фаворскую гору, и там Господь перед своими учениками преобразился и показал им свою божественную славу, и показал, в каком преображенном состоянии будет человечество в Царстве Небесном. Ну, а традиция освящать плоды в это время восходит к тому, что праздник этот приходится на август месяц, когда созревают различные плоды, которые земля произрастила. А вообще, в принципе, мы должны освящать виноград в это время, из которого делается вино, которое используется для божественной Евхаристии. Освяжают плоды у дворы Свято-Михайловского храма без метусни. Тут пануя урочистый, добрый, светлый настрой. Прихожане, яблоки и груши, яких уже окропили святой водой, сыхозят и суступают место иншим. Такий спокой и солодкий водор спелых яблок рыхтует с нас дохудкой и непозбежной в осени. Олеся Белая, Наталья Бруй, Игорь Стрышкин, СЛУЦКТБ